Блошиный рынок горожане уже сравнивают с цыганским табором. Его завсегдатые несколько лет кочуют с места на место. Пойдя им навстречу, администрация города нашла новую площадку и предложила осесть по соседству с парковкой Моремола. Те отказались. Сначала из-за отсутствия перекрытия, затем назвали место нерентабельным. Теперь же требуют обустроить в том районе наземный пешеходный переход. Но, как говорят в ГАИ, это невозможно. И здесь вопрос, каковы дальнейшие действия. Ведь полномочия по пресечению незаконной уличной торговли есть лишь у полицейских. Люди начали жаловаться не только прокуратуру, но и ФСБ уже, что мы не можем зайти в свои дворы, потому что там идет вонь от туалетов. Естественно, никто им туалеты на улицах ставить не собирается. Ну, это очевидно, это невозможно просто-напросто. Баше бездействие полиции привело к тому, что на этот безобразный рынок едут не только жители города Сочи, но и Туапсинского района, и Абхазии. Я повторяю, что вы, полиция, довели ситуацию до такой степени, что было 70 человек, это одно было. Сегодня 700. Вопрос этот не закрыт. Глава города планирует его обсуждать на другом уровне, так как борьба с незаконной торговлей на местах идет неактивно. Претензии мэр озвучил и к работе полицейских, отвечающих за охрану общественного порядка, и к полку ДПС. Причину заторов Пахомов накануне выяснял лично, проехав по улицам курорта. В итоге повод для скопления машин все тот же. Игнорирование автовладельцами дорожных знаков, незаконная парковка и отсутствие на дорогах патрулей. Далее обсуждать наболевший вопрос мэру пришлось с руководством УВД Сочи, но уже по телефону. Я, глава города, требую, чтобы на тех местах, где сегодня незаконная парковка, были приняты меры, и незаконной парковки не было. И обеспечить столько экипажей, сколько должно быть. Временное решение нашлось, но за счет административного ресурса для регулирования парковки автомобилей привлечены общественные дружинники. Они же будут сигнализировать в случае нарушений правил водителями.